это не красота это вкуснота и красиво получилось и вкусно получилось и солнышко сияет снимали кулинарный на англоязычном канале сделала безглютенный тирамису и этому человеку он очень понравился уважаемый оператор ваше мнение про то что и ожидали сейчас он пробует снимает пробу а завтра остальное соседу отнесем потому что хотели что-то сладкое им послать все-таки мы хотим немножко спасибо сказать и но сначала мы пробуем если вкусный то потом уже соседу если не вкусно и мы все съедим здесь у нас один домочадец хочет выйти гна солнечно но уже холодно ничего сажать сегодня не будем если вы еще не поняли мы родились чтобы сажать мы сажатели великие вчера пионы посадили салаты посадила брокколи 4 дерева яблони в общем сенсиво не спрашивает мам ты нектарины говорит мам ты думаешь что закончил закончилась свои посадки и папа естественно отвечает за меня что с мамой мы это никогда не закончим но я на самом деле закончила то что думала хотела то что дети любят думаю все купили все сделали посадили крупную малину клубнику не успеваю это еще осталось но я хочу вам показать результат конечная работа была у этих людей сегодня цементобетонщики закончили работу можно сказать сцена кухни готова хочу показать доел доел он спокойно доел не подавился не подавился хочу это показать кое-что поменяли это тоже хочу показать около грядок по-другому сделали камни с камушками потом решили камни убрать потому что если просто эти маленькие камушки по моему так так веселее а мы это поменяли что еще наверное пойдемте я посмала покажу лучше показать чем рассказать она думает в лес идем обрадовалась нам столько разных заказов доставили но это сегодня не собираем особенно наш собиратель сейчас не дома это палки все что должна рядом с деревьями посадить и писали что очень туго завязала изолента и завязала это специальная лента она как резина раз растягивается специально чтобы завязывать деревья и если растет или утолщается она растягивается думаю правильно сделала все посмотрим если деревья будут жаловаться и гене отпусти нас на волю отпущу а зелий а зелий говорят на английском зелий с посадили вчера посадили и они как гортензии тоже любят кислую почву так что очень хорошо потому что здесь у нас гортензии тоже есть два кустика взяла но так хочется еще десять взять 10 не возьму но думаю я к ним еще подтянусь у давайте покажу куда посадили пионы там солнышко всегда у нас оттуда солнце выходит 6 60 сантиметров на 60 глубину целое на дерево такое копали почва очень удобренная все и удобрение все хорошие то есть поменяли да ту почву клей удалили хорошую почву туда положили это почему так плохо выглядит рам ты полил их и по моему говорят что то есть не по моему говорят смотрела нескольких людей смотрела сказали если уже будут эти бутончики их нужно удалить чтобы корни укреплялись это не хорошо выглядит на мой взгляд но знаю что они хорошо зимуют вчера ночью холодно было а вот эти смотрите какие свежие как хорошо выглядят розовый такой нежно-розовый может действительно удалю эти штучки может эти мешают так жалко да кто своими руками бутоны отрывает это сюда посадили 4 то есть сюда посадили целый час копали хотя сын уже у нас профессионально ничего не целый час извиняюсь он за минуту этим своим инструментом раз-два и закопал там что-то нектарины сюда посадили потому что здесь у нас еще шесть персиков вот на тон вместе два нектарина посадили пойдемте дальше совсем скоро здесь пройти не будет возможно еще ждите не знаю правильно салаты посадила неправильно но с меня спрашивалась вчера уже к ночи можно говорю сейчас заканчиваю сейчас заканчивают еще бы не заканчивала уже темно почти к темноте уже закончить закончила вот так их посадила полила очень свежие красиво выглядят чабрет разделила на два костика и вот так один в этот угол другой в тот угол поставила и еще по бокам зеленый лук тоже корни лука положила они уже вырастут а здесь некоторые писали все правильно сделали некоторые писали неправильно показывала и рыл снимали но это еще несколько дней морковку посадили в туалетной бумаге морковка в т.п. о это хотела показать вот здесь гораздо удобнее если только это это щебедь называется или ну камушки мы называем было очень красиво было но нужно было как бы укрепить да этот большой кусок камня как будто таким дизайном поставили но неудобно было хочешь и эта штука эти эти мелкие камушки двигаются туда-сюда решили эти убрать потом покажу что сделали с ними думаю правильно сделали это посадили не помню показывала не показывала но кажется нам еще один кустик нужен здесь еще ничего не сажала пока там тоже не сажала времени нету столько сколько времени забирать думаю это мой первый и последний год когда я затеваю столько посадки пойдемте дальше еще дренаж под пионом песок из около речки нас песок там растет песок тоже положил один сюда посадила рядом честно говоря хотела застелить эту бумагу гео фабрик и посадить клубничку но кто-то не соглашается клубнику на этом холме говорит лучше цветочки что-то красивое а клубники есть что-то красивое на мой взгляд и здесь я что-то сажала какие-то неизвестные цветы здесь должна прикрыть этой тканью но цветочки посажу естественно решу что посажить посажить потом уже ткань сверху посажу и замульчируем черным мульчем чтобы так ровно смотрелось эти нужно полить арам чтобы не засохли это так о это хотел показать но давайте сначала это посмотрим еще раз давайте удивимся какие же они бордовые сегодня еще собрала эти оранжевые дома поставила вот эти прямо не могу налюбоваться это клубника дикая из леса посмотрите прямо в песке она растет видите какой грунт и растет это ишхан тоже растет все у нас растут столько всего нужно сделать но вот это хотела показать сегодня даже человек кухни который будет стоить стоить будет он стоить строить он тоже приехал сегодня закончили вот эту аллею бейс уже готов бейс это основа основа кухни готова летней кухни здесь у нас будет умывальник вода теплая вода холодная могла бы быть только холодная но наш уважаемый михаил сделал и холодную и теплую еще один шланг у нас с той стороны будет здесь у нас думаем арам это делаем или не делаем здесь уже поставила так что легко хотя у нас шланг 300 километров куда хотите в лес даже пойдет из хан кого-то ловит да здесь не упади мы не упадем потому что здесь будет уже эта кухня где-то здесь пицца овен будет стоять и лицом будем смотреть на закат и пиццу крутить где-то здесь умывальник и какой-то столик нам уже макет как нарисовали сказали где будет этот барбекю штука здесь гриль будет газовый с этими знаете на них варят и парят и жарят это будет мангал у нас есть что еще будет больше ничего не будет рабочая я где можно что-то сделать но еще хочу взять такой уже знаете у нас там тоже купила который двигается под подвижной столик такой на роликах или на этих чтобы туда-сюда куда хотим в ту сторону скажем если будем кулинарию снимать из этой территории чтобы так стоять и на на этой поверхности работать спиной туда в общем вы меня понимаете а где-то здесь уже здесь тоже лестнице устроили и что-нибудь посадим красивые пока не хотим закрывать думаем сначала поживем а потом увидим но будут две ну четыре таких больших столб через которые хотим завязать эти лампочки чтобы еще освещение было но все равно понимаем что рано или поздно захотим прикрыть это ничего такого и столик наверное со стульями где-то здесь пристроим опять вот так чтобы сидеть лицом куда-то смотреть лицом смотреть посмотрим походу мы постоянно что-то придумываем что-то меняем какие-то идеи разные и хорошо что эта часть осталась я очень люблю эту замульчированную с этими кустиками очень хорошо как будто все вместе как собирается весь дом именно чтобы на этот дизайн ранее не напасть а вот по вдоль лестниц сделаем лампочки solar чтобы освещала а здесь траву наверное посадим или не знаем что увидим еще столько всего нужно сделать так что тел хватает главная основа готова посмотрим животным очень понравилась эта территория не со вчерашнего дня на нем ходят а вчера еще этот немножко мокрый был муж говорит там эти идиоты гуляют хорошо и места их от опечатки лапок останется но не не осталось значит засохла вот здесь арам и арам уговорю и вам говорю она есть хана посмотрите секундочку он мечтает на закат смотрит здесь если убрать и подравнить эту осень часть можем как-то такой как маленький не огород ну чтобы кустики и мустики посадить и эта часть будет прикрыта зеленым таким зеленой стеной решим но очень многое нужно еще решать и уже решили что все весь этот комплект спускается вниз это надо на даль на дальнее на дальней потом но уже решили этот комплект уйдет здесь более такой романтический такой костерный и я будет разные вот такие множество стульев будет удобно чтобы зажечь костер и вокруг костра собраться хороводы наводить песенки петь страшные истории рассказывать хлеб жарить да и здесь тоже хотим такие столбы поставить и закрутить на них освещение это хотим это тоже на будущее но иногда хочется чтобы все быстро сделать и уже немножко ноги наверх и отдохнуть каждый раз что-то выдвигается аль матча гена снаю мэм думает мы заняты здесь что посадили здесь одну я было не посадили здесь вот по кругу яблони яблони 5 яблонь или чем разные деревья за разные сорта яблони посадили а вот эти наверное знаю в лес поведу сказали это очень быстро превращается в дерево не черемша другое бузина бузинина бузина думаю один вон туда другой туда а остальное к лесу у нас шесть таких есть и малину тоже думаю малину здесь устроить малиновую поляну спуск малины назвать этот спуск именем малины все малину туда но с другой стороны хочу один куст туда-сюда пора разбросать и она уже разрастется и в лесу тоже пойдем за малиной и это думаю и то думаю что я не хочу я хочу я хочу и везде малину хочу и смотрите как у нас инжир хорошо прикрепился железь пески пошли и зато это дерево никакие знаки не дает миндаль эти два миндальных дерева пока ничего на них не видно ни почек ни жизни думаю в этом году у нас не жир будет все будет но уже кажется хотим подняться у соседей сажать они не будут против так радуются сегодня опять другой сосед пришел так хвалит так радуется деревья проверять все правильно сделали все как нужно так и сделали говорю еще раз повторите это деревья кстати парень который правы давал взял и обрезал сказал давайте раз уж пришли обрежу потом уже сажайте значит нам нужно будет там у нас еще одна яблони обрезать это муж обещал обещание дал эту территорию расчистит там у нас дикая ежевика очень много такой колючий вот это видите да и если захотите сосчитать сколько там кустика вот здесь не сможете очень много кустиков здесь хотели тоже посадить но лишний лишний закопали но с другой стороны никогда не лишние там еще одна территория на нас смотрит думаешь уже все все камни поставили хватит вот здесь здесь у нас уже были камни вот эти новые почти такие же как у нас но вот эти огромные высокие тоже натуральные но помимо камней здесь очень красиво будут смотреться такие зеленые кустики да такие как ежики может и пару таких возьмем туда-сюда понасажаем чтобы придать какую-то жизнь а то камни я не люблю камни я вообще ко мне не люблю камень красиво на стенах туда-сюда но когда их много мне это нагнетает тяжесть сосед сказал специальную пилу принесу чтобы было возможно их обрезать столько всего столько всего ну да пока живы успеем сделаем и уже зеленеет все арам местами не зеленеет местами уже зеленые мне эти ящики нужно открыть а то импаркт получаю когда вижу перед домом ящики холодно все мы удаляемся нам здесь холодно и этим погорячиться немножко получай поставлю посылочки откроем и будет прекрасный вечер и ножки не почистили этот мальчик еще не может во двор ему нельзя запрещено бубенчика и удалим потом пусть идет этим сегодня манты приготовилась на школе со школы прошли сегодня не смогли даже вместе собраться торт снимали пока засняли они поели она быстро в духовку этого лосося послала в духовку и только что вспомнили что мы сегодня не обедали не завтракали что делали с утра вы случайно не знаете мы с утра делаем столько иногда делаешь не можешь запомнить будешь название блога обычно вместе решали естественно плохо засняли он монтаж сделал и зовет давай название напишем говорим а про что говорит но вчера говорю что было вчера а где мои полотенца а где мои полотенца говорю что было вчера говорит мы поехали куда-то когда поехали а что делали а потом что дел и потом он ставит влог отрывки так смотрим запоминаю что было и соответственно пишем название сейчас соответственно быстро рыбу кушаем и потом еще и тесто у меня уже неделя там в холодильнике уже видите очень сильно поднялось наверное чебату сделаю когда так сильно поднимается сразу сразу покажу что делаю уже не спускаю она так уже в полном размере рыбу просто посолила поперчила добавила немножко барбекю спайс такой специй таким специям честно говоря никогда не делала как лосось вот это сверху туда-сюда оливковое масло кусочек сливочного масла потом сверху лимон и в духовку на почти 30 минут а оставила потому что торт снимали нужно было 25 минут но еще они толстые кусочки арам все равно нужно было чтобы хорошенько проварилась прожарилась салат не готовлю сейчас не для салата не до салата рыбу просто пробуем или вообще кушаем и ставлю чай открываем ящики это тебе это себе арам там косточки есть филе беру всегда чтобы господину было легко справиться косточки удалять чтобы не нужно было но арам в этот раз ты будешь и работать и есть просто на вкус хочу попробовать какой он с этим специям рыба вкусная мягкая это волосик он поет а не милкает васибой а там васибой дети васибой называют парень васи то есть нам садимся садимся холодные питаюсь . другой хлеб выпекает а я другой что-то ищем не находим это значит когда уже тесто вот так сильно поднимается самый удобный хлеб это чебата потому что для чего ты должны уже подождать чтобы тесто как бы хорошенько подошло и уже подрезать на кусочки так хорошее количество самолина или манки добавляю и вот так аккуратно это поднятое тесто это через чушь подненькое но все будет хорошо вкусный хлеб будет всегда он вкусный потом сверху тоже вот так сыплю и аккуратно еще холодное поэтому не распрямляется легко когда уже немножко комнатной температуры легко можно так вот расправить и можно побольше добавить чтобы не прилипло и вообще чебата любит самулину самулина любит чебату они хорошие друзья это два килограмма муки поэтому такое большое тесто и не бойтесь так вот тяните тяните даже если вот такие не идеальные некрасивые что это не беда сколько еще тянуть еще немножко оно все равно еще поднимется окей думаю неплохо и нужно чтобы это резиновость иногда тесто затягиваете оно обратно собирается нужно чтобы все это если собирается уже собралось чтобы потом когда резали оно не вот утужалось чтобы не утужалось здесь походу можно всегда вот так под тесто немножко муки думаю очень даже неплохо такой прямоугольник сделаем достанем нашу резалку потом бумажки можно на пергамент можно на силикон начать какие кусочки хотите вот такие и режете наши любят квадратики почему-то они думают что квадратный хлеб это очень вкусно я говорю какие эти квадратные говорю да о это на мои любимые арка говорит но можно чебату он такой неровные формы хлеб можете вот так просто порезать вот такую в длину и так и поставить на пергамент так и выпекать но это удобно когда дети сандвичи хотят делать он уже ровный кусок порезали туда свое мясо или что кетчуп-метчуп положили сандвич сделали и готово и знаете чебата не должна быть идеальной формы чебата по моему тапочка да значит на итальянском и действительно можете сделать форму тапочки но хлеб вроде бы похож на тапочку уже уже начала разогревать духовку температура высокая держитесь держитесь это им говорю сразу можно выпекать потому что сколько нужно было тесто уже поднялось я чуточку растянула туда-сюда но это даже не мешает можно сразу выпекать если духовка уже разогрета могла бы и уже в духовку но духовка еще разогревается разогреваю где-то 260 с чем-то потом как положу в духовку немножко опускаю нужно чтобы это горячая температура помогла чтобы хлеб сразу поднялось и выпекаю на обычных формах лучше если на камне но камень нужно час почти хорошенько разогревать а не хотим час камень разогревать мы хотим сразу разогреть духовку этих туда потом обратно альма за ромео гонится пойдем пару этих ящик ящики уже не успею открыть или может успеть посмотрим что успеем откроем что не успеем завтра мы с вами опять встречаемся мы с вами каждый день если не раз то два раза встречаемся кстати вряд ли у нас будут спрашивали будут ли два видео в день это когда я разделюсь на две части успевали ведь сейчас очень много дел но мы рады а где хочешь давайте еще что-то скажу спрошу уважаемые огородчики садоводы лесоводы деревоводы это дерево верба смотрите корни спустила то есть ветка это не дерево и уже листики тоже пошли вот смотрите и здесь и там сейчас думаю у отнести и в лесу их посадить четыре ветки вот так то что укоренилась то есть корни спустила это не укоренилась да оставила хочу посадить вырастет вырастет не вырастет полный игнор я уже решила все рассказала Василий Арамович он на старте внимание сидит пойду посмотрите принесу быстро пока помню одно скажу помните покупала вот такую штуку для салата для чего-то только один раз использовали и так же как следует не использовали оно вот такой крак трещина им написали говорят пошлите обратно мы вам деньги обратно дадим мы можем вам фото прислать это уже ну неиспользуемое ну вот хотела сказать не покупайте а то нехорошее плохо это хотел потому что если я что-то покупаю не нравится рекомендую и потом если не нравится должна обязательно сказать чтобы у вас тоже самое не случилось в посудомойку не клали даже в теплой воде не мыли потому что я знакома с этим материалом да нежный подход нужен к такому материалу но все равно сломалась показала успокоилась это это жилетик для как купила такой мальчиком захотелось такие жилетики пиджаки такой элегантный кражол стиль для быка такой покупал уже а не видно что ящики туда кладу чисто видно знаете да он очень большой эстет когда снимает все должно быть рядом чисто салфетку увидит с ума сходит прямо краснеет и по его глазам уже он синеет понимаю что там где-то салфетку увидел или ящик не туда положила ок у кого большой только разве такой большой это тебе подойдет арам от 14 до 18 лет почему я смотрела их сайт чарт размер чарт размера как сказать и там xxl был как раз для арка 12 до 14 нужно было значит xl взять это арнаку подойдет но он такой не наденет в жизни ну наверное поменяю это слишком большой чарт басик неудачная вычеркнуть сегодня с неудачного начали это себе милый дорогой купила уже сезон халатов летних кто-то писал что писали экине экине на каблуках русской в англоязычном на каблуках она у нас в халате и тапочках у меня во первых халата нету я себя в халате даже не вижу мой максимум халатный образ это купила халат надела вам показала сняла и утром кофе в халате и все и думаю максимум если вы меня видели в халате это 2 или 3 минуты не знаю пожалуйста скажите сколько раз вы меня видели в халате это очень это не я не люблю в халате то есть люблю в халате но на люди выходить в халате это не я и если уж вышла к вам в халате скажем уже иду спать прощаюсь с вами спокойной ночи малыши я пошла в халате это уже это потому что я вас очень близко принимаю потому что в халате я только с мужем кофе выпили пошла по меня и спокойной ночи вам но в халате я не хожу нет я в халате да вы что скажите какой хороший халат и цену вы спросите сколько 16 долларов хорошие очень тот что покупала почти то же самое но тот был почти 50 47 или с чем-то один и тот же халат но цена этого это как подарок мне весенний Вася он очень любит эти с этими играть с хвостиками халатными в общем не могу показать ребенок играет у нас везде их следы рады иди радуйся скажите какой миленький нежный мягкий не все это еще не важно цена а рам идет очень идет видишь я знала тебе очень понравится хороший халат легкий мягкий молодец и главный вася тоже очень нравится такие халаты так раздеваемся двигаемся дальше но но чикарли плохой вася это должно постирать все равно дальше это неважно бывают и неважные вещи это очень семена 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 семен много не бывает или семьян много не бывает купила вот такой разнообразный вид свеклы белая красная желтая golden говорят золотая свекла знаю семенами посею потом уже наверное то что очень близко удалю учусь но главное очень хочу учиться учиться это что пуштиновая кислота почему это купила о да это для растений купила особенно для помидоров один китаец я скоро с ума сойду и вы с нами все эгены описываемся не хотим китайцев но должна посмотреть вспомнить зачем может быть чтобы хорошо росли может быть чтобы блохи не ели может быть для роста может быть для корней в общем не знаю но китаец сказал посоветовал и у него такие помидоры росли шикарные в общем поверила ну на русском написано куштиново кислота смотрите это что вы лучше знаете кислоту купила нужно по моему протереть сохранила этот материал посмотрю и вам расскажу может быть беда огородчица не беда главное не я беда бэк опять получил красный цвет по поведению красный это плохо желтый это так себе зеленый хорошо опять получил красный говорим что случилось что сказал на этот раз но первый раз красный получил что то плохое сказал и как кто то из друзей сказал что бэк сказал это ему дали красную карточку в этот раз говорит сказал что let's start the damn game already damn game is like это как чертовую игру ну давайте говорит во время перемены какую-то игру собирались играть все дети отвлекались вместо того чтобы сосредоточиться чтобы начать играть игру все что то другое делали и этот серьезный миниатюрный маленький мальчик крикнул хватит уже давайте начнем в общем эту чертовую игру или как переведете если вы сможете перевести буду благодарна и одна девочка даже учители не слышали этого одна девочка услышала и пошла сказала учительницы бэк сказал damn game и ему дали красную карточку как хорошо что мой мальчик не заходит в инстаграм не видит как малютки детишки бабушки мамы прямо ругаются на все катушки самыми плохими словами и это считают нормальным бедный ребенок ничего вроде плохого не сказал но мы все таки не рассердились сильно потому что это ну не сказала очень плохое что то да арам это особенно если кто то пошло и я бы заяблить нечего мы своих учим во первых плохие слова наши не говорят эти ужасные плохие скажут вообще накажем это мы дома таким языком никто из моих детей мы на этом на этом языке не общаемся не принимаем это неприятно это некрасиво женщины мамы дети бабушки перестаньте ругаться это так они у нас такого не могут услышать что в семье слышат так и говорят но еще учим чтобы не яблочили что ни на кого не пошли не наговорили здесь уже какой случай который случай кто то из одноклассников из друзей он что то скажет вот и вроде бы не такое или плохое что то сказал идут и говорят учительница и главное учительница его наказывает я не понимаю учительницу надо в инстаграм положить поставить чтобы смотрела хотя я опять не принимаю и не понимаю этих родителей прямо снимают и сами смеются радуются что ты сказала в детском садике и ребенок повторяет как он в детском садике или она тем более в детском садике ужасные такие ну неприличные слова говорит это нехорошо а ты что делаешь себя очищает и это не важно тоже гигиенические девочки обратитесь за меня будете тоже такое хотеть для себя я я в ссылках оставляю на наверх вниз если прокрутите все что покупаю халат обязательно там будет там есть можете или посмотреть или заказать или не заказать это захотите это захотите уверена вот такие очень прочные они противоколючковые чтобы колючки не прокололи да и розовые вот такие и наносите на здоровье сажайте спасибо и вам того желаю кто-то писал надоел уже этот огород значит не смотрите потому что это огороднический канал профессионал что надоедать вот например меня если что-то надоест я в эту секунду просто выключаю даже если очень хотела смотреть и мне какой-то момент какой-то нюанс голос не понравился все закрыла пошла и они сидят мучаются и вообще как можно мучиться и уставать от огородничества а Вася даже Ваське это нравится кстати моя духовка только что закричала мыло пойду руки тщательно помою мылом и хлеб в духовку положу сюда и пока я у вас заговаривала тесто немножко поднялось сразу обоих сюда другого льда и нужно еще пару кусочков льда добавить чтобы немножко хрустящая корочка была и добавлю так и быть и теперь температуру сделаю 500 и минут 15-18 выпекается очень быстро выпекается у кого какая духовка всегда разная внизу подольше выпекается здесь быстро выпекается естественно смотрим еще еще через минут семь я местами меня если две полки да занимаю на двух полках если выпекаю местами меняю чтобы ну ровно выпекалась хотя у этого есть компакт бейк давайте сделаем компакт бейк но я не довольна этим конвекшен пинг сделаем вроде бы ровно и там и внизу и вверх наверху но пробовала это не работать так как должно работать все ждем это испеку как испечется остынет в пакеты кладу и в морозильник потом достаем комнатную температуру как будто только что испекла еще если в духовку положить на несколько минут вообще как будто только что из духовки свежий хлеб достали вот такая история испекла 18 минут вот вот такие румяненькие прекрасненькие где наши сеточки за тобой сеточку и остальные тоже на этих формах должна испечь и сейчас представила как вкусно будет холодное молоко с этим хлебом я упала из интервального голодания хватит мне голодать это удовольствие когда сидим с дочкой вечером яблоки кушаем и телевизор смотрим это стоит очень много не хочу от этого удовольствия себя избавлять естественно смотрю что ем но уже на время не смотрю вот вот так это сюда видите в духовку старшая дочка с братьями что-то смотрит я с младшей дочкой что-то смотрю потом заканчиваем с мужем другой сериал смотрю я очень не занятая леди извиняюсь не person не 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 лед не даже не 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 Продолжение следует...